Храм Памятин Я хотел бы поздравить с наступающим праздником наших ветеранов. Правильно сказали, не так много их осталось. И они должны, я еще раз говорю, сделать все, чтобы все те дни, которые они с нами, они подрастающему поколению рассказывали, передавали. То, что было в нашей стране, в нашем городе. Я думаю, вот такие мероприятия дают и наполняют нашу молодежь тем патриотическим воспитанием, о котором много говорить и которого, наверное, надо еще больше воспитывать нашу молодежь. Ученики школы подготовили насыщенную программу. Они рассказали о военных событиях, пели песни, танцевали, читали стихи. Особенно впечатлило гостей ветеранов театрализованное представление. Десять мгновений войны. Некоторые не смогли сдержать слезы. У нас и крылья подгонки. Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем. 29-я школа носит имя Героя России Андрея Днепровского. Путевку в жизнь он получил именно здесь. Служил на Дальнем Востоке в морском спецназе. В конце 1994 года его отправили в Чечню. Там же Андрей настигла пуля снайпера. За героизм и воинскую доблесть, проявленные при выполнении боевого задания. Прапорщику Андрею Днепровскому посмертно присвоено звание Героя России. Увековечить память Героев России Татьяна Днепровская, потерявшая сына, мечтала давно. Идею поддержал глава администрации города Сергей Дзантьев. Знаете, очень хочу, чтобы во всех школах, если не музеи, то уголки памяти были, потому что очень много ребят погибло наших. Мы хотим и увековечить память. Каким школам дать имена. Но на домах на всех будут висеть обязательно доски. Потому что у нас 65 человек в городе погибло. 85-65 награждены Орденом Мужества. Воспоминания нетленны, пока живы герои в сердцах живущих. Музей, экспонаты которого свидетельствуют о страшных событиях, учат почитать, помнить и хранить повести о настоящих людях. Тех, кто ушел. Он навсегда остался в памяти, отдавая имя мира самое дорогое, что у них было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова